В этом видео расскажу как настроить бота Fawcett Collector, который будет собирать вам криптовалюту практически со всех бесплатных кранов, без вашего физического участия. По сути этот бот берет на себя титаническую работу по экономии вашего времени, которую до этого вы тратили на сбор альткоинов с подобных сайтов. В общем этот бот очень кстати, в этом видео расскажу и покажу как он работает. Поехали! Бот для криптокранов, который мы будем применять. Давайте я сюда переключу. Мы будем применять бот Fawcett Collector, потому что он собирает практически со всех кранов, он собирает просто горы всего. Я покажу вам что он именно собирает. Потом нам нужно будет капча сервис, прокси сервис и дедик один, возможно нам максимум два я думаю. Может быть там если вы заморочитесь, вам еще будет нужно сделать еще. Но я вам покажу просто как один делать потом, но не в этом видео. В этом видео мы конкретно коснемся вот этой системы и просто скажу для чего дедик в этой системе вам будет нужен. Что у нас есть? У нас есть бот Fawcett Collector. Мы его сегодня будем настраивать. Сегодня я вам покажу основные настройки, как чего подключить, как подключить капча сервис, какой выбрать, прокси сервис, какой выбрать и так далее. То есть это будут такие базовые настройки, не залазя в дебри, так скажем, какого-то там супер сверх настройки, которые вам понадобятся. Сегодня вот как раз будет вот эта часть по тому, как настроить бота. Итак, когда вы заходите вот в этот файл, который у вас будет прикреплен, здесь очень много тут именно по этой системе, по ботовской, да, то есть что у вас есть. У вас есть здесь бот для всех кранов, вот он вам понадобится. Это раз обязательно, без него вообще ничего не будет работать. Следующий, вам понадобится либо ру капча, но ру капча она дороговато. Как выяснилось, мне кстати один человек помог, за которым я зарегистрирован и он меня проконсультировал очень хорошо. Капча Гуру, она самая дешевая получается из этого всего, но здесь есть некий геморрой по настройке. Сегодня я вам его покажу, но он такой маленький геморройчик, так скажем. Вот, но мы его настроим, то есть у вас будет работать вот через капча Гуру. Это такая более дешевая версия, ну так скажем, намного дешевая версия, чем с тем же ру капча. Сложнее немножко настроить, но это сложнее, потому что вы еще не разобрались. 9КВ это математическая капча, то есть она вам тоже понадобится для разгадывания математических, как капча есть, например, ватбитиси. Немного таких кранов, которые по математических капча разгадывают, но в принципе вы ее можете настроить, вам надолго хватит. То есть по сути вам нужно будет две вот эти капча, сервиса установить, там закинуть какую-то денежку и с этим уже работать. С ру капчи, конечно, она жрет дофига, поэтому я вам сразу предлагаю лучше Гуру капчи, ее наверное поменяю местами, здесь будет первое место, ру капчи это как дополнительное будет. Ну, просто не все будут понимать, как настройки, хотя я сюда вот прикреплю видео. Ладно. Proxy Seller это как раз вот будет сервис, который нам будет менять IP и который нам в принципе будет заменять Dedic. То есть он при установке вот сюда, да, вот это уже Faust Collector, сам бот, вот установки вот сюда, он вам будет как раз вот сменять IP. То есть вы можете здесь подключить сколько угодно аккаунтов, да, зарегистрироваться за собой, подключить все в одном лице, так скажем, да, в одном вот этой панели, в одном Faust Collector. И в принципе остальное мы пока что опустим, это здесь сами криптовалютные экраны, обязательно смотрите их, я их сюда дополняю, добавляю, делю на всякие сегменты, чтобы вам было удобнее регистрироваться. Так, в общем, перейдем непосредственно на сайт самого бота. Что у нас здесь есть? Когда вы попадаете на Faust Collector, у вас есть здесь купить. Ссылка опять-таки она будет здесь, плюс я ее также добавлю в описании, я думаю, отдельно. Заходите сюда, рекомендую сразу вам покупать на год, потому что это выгоднее и как бы не будете заморачиваться. Следующее. Здесь есть такая фишка, очень крутая, которая, чтобы вы поняли, с каких, с чего он собирает. Порядка 300, у него идет сбор с 300 кранов, там, ну, давайте по категориям. Смотрите, у него есть краны, это мультиэкраны, скорее всего, это, как я понял, да, мультиэкраны. Дальше он идет с таких категорий, как трафик, АДС, это, то есть, от BTC, по типу такие, потом это казино, потом это шопинг, такие тоже, типа, краны, да, которые на Fiat собирают маркетинг, и social media, то есть, это вся та тема, где может он собирать непосредственно вам как и крипту, так и фиатные деньги. То есть, здесь куча, куча всего. Вот, это называется здесь не Faucet, Faucet, это именно сами краны, а на сайте это называется скрипт, и это также будет еще отображаться на самом боте, то есть, будет здесь периодически такая система, то есть, скрипт, 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 то есть, вам будет казаться, что, типа, какой скрипт, это же кран, но здесь это называется скрипт. Значит, что дальше? Если вы покупаете эту систему, вам дается ваш ключ, который вы будете также использовать в боте. После того, как вы купили ключ, вам нужно будет подключать капчу и прокси мы пока оставим на потом. Прокси — это следующая тема, нам нужно сначала подключить одно. Давайте в этом видео как раз поговорим о том, как подключить именно капчу и как подключить, чтобы у вас заработал бот, чтобы вы могли масштабироваться. Итак, вы подключили, например, вы скачали все это скрипт, дальше вы заходите в эти краны, регистрируетесь, то есть, создаете основной аккаунт. Можете спокойно собирать, в принципе, здесь с основного аккаунта, потому что этот бот настроен так, что он, как сказать, он делает настройки человеческие, да, такие. То есть, например, вот FreeBitcoin. Здесь у нас собирает от 60 минут, то есть, от 60 минут, час, да, то есть, вы делаете 70, разброс, то есть, он между 60 и 70 минутами будет делать сбор. Здесь можно будет выставить также еще время сбора. Вот здесь оно находится. Это обязательно учтите, сейчас мы к этому придем. Ну, для начала давайте подключим, то есть, берете FreeBitcoin, например, выставляете здесь время, ставите email, ставите пассворт, дальше используете ли ревардпоинты, то есть, вы можете использовать ревардпоинты или бонусы какие-то для того, чтобы у вас собиралось больше. Дальше использовать Capture. Без Capture, в принципе, вы не запустите этот бот, поэтому после того, как вы его скачали, этот бот, да, то есть, переходим на Capture. Capture будем устанавливать, как я и сказал, можно, конечно, и RuCapture, она проще здесь устанавливается, потому что она здесь есть, да, ту Capture, RuCapture, вот она идет. Но вам нужно будет установить именно вот Capture.Guru. То есть, когда вы здесь закинете, например, там закинули 500 рублей, пополнили баланс, да, вот здесь вот всевозможными способами можно пополнить его, вам дается вот такая вот настройка. Что здесь нужно сделать? Так как здесь нету, куда вставить Capture.Guru, ну, сам APK, да, вот этот нам нужно сюда APK вставить, то мы что делаем? Нам нужно зайти в hosts. hosts у нас находится по адресу c.windows.system32.driver.etc.hosts, вот, он здесь указан. То есть, вам нужно проделать то же самое. etc.hosts, открываем. Открывать его лучше всего через блокнот, именно блокнотом. Если у вас такого вот не выскакивает, как у меня окно, то нажимаете правой кнопкой мыши, открыть с помощью, так, что-то открыть с помощью у меня нету, но, возможно, вам нужно попробовать как-то открыть это с помощью. В общем, вам нужно открыть его через блокнот. Дальше, что у вас здесь будет? У вас должны стоять вот эти вот, ну, это некие такие перебрасывы. То есть, Capture.Guru, она перебрасывает через RuCapture, через себя. Ну, как-то вот, как-то так сложно объяснить. То есть, вы должны в хост вот это добавить. Естественно, у вас не будет открываться RuCapture сайта, но она будет перебрасывать. То есть, дальше, когда вы вот это все установили, нажали «Сохранить», сохранили в хосте, все это у вас сохранилось. Дальше вы переходите уже непосредственно в ботса. В боте у вас будет вот здесь вот, вставляете ключ, и для того, чтобы понять, работает он или нет, нажимаете «Тест». «Тест» у меня показывает «Your Balance 500 долларов». Он здесь не определяет рубли, поэтому, ну, это рубли. То есть, у вас будет показывать рубли. Окей, значит, заработало. Важный момент. Вот здесь вот галочку не ставьте. То есть, это очень важно. Здесь не должна галочка стоять. И когда вы будете здесь Capture также вводить, у вас Faucet Collector, это называется FCCS, это Faucet Collector Capture Solution, здесь у вас должен стоять ваш кей. Это, как сказать, когда вы оплачиваете здесь свой доступ, да, там на год, вы получаете здесь свой ключ. И этот ключ как раз вы и сюда вводите. То есть, этот ключ вот сюда, он у вас появляется. Я здесь, естественно, закрыл, потому что тут мой ключ. Вот, этот ключ у вас будет здесь работать. Окей, дальше. Capture подключили, все это подключили. Заходим в Faucet, выбираем здесь, секту Capture, так как у нас стоит там, секту Capture. Все, дальше что мы делаем? Дальше у нас есть здесь Go, запускаем на этом. Кстати, пока он сейчас заходит, здесь у меня окно откроется, но это окно можно также прятать. Настройки сейчас мы посмотрим. В окно заходит. Не забывайте, что есть еще у нас чат. Вот такой, не чат даже, а канал в Телеграме. Здесь я как раз расписываю то, что содержание есть, как что называется на русском, чтобы вы не переводили. То есть, я буду здесь добавлять все самое необходимое и нужное, как по этому крану, так и по этой системе. Как по скриптам, по заработку фри, биткоин или фри доджкоин или три девятки. То есть, вы здесь все это найдете. То есть, сейчас он разгадывает, кстати, Capture. Поэтому сюда обязательно добавьтесь, ссылка будет в описании. И если вы хотите постоянно получать какую-то инфу новую, то есть, как еще можно подключить какие боты, скрипты и так далее, то обязательно добавьтесь в этот чат. Так, ну а пока он разгадывает, мы смотрим, он может не быстро разгадывать, а если у вас несколько сайтов подключено, то он, естественно, будет в промежутке вот в этом, где у нас промежуток, 60 до 70 минут разгадывать. Ну и пока он разгадывает сейчас, мы перейдем, давайте, наверное, на настройку времени. У нас есть настройка времени. Максимально, как я и сказал, да, то есть, вы можете подстроить бота как сбор человека. Пауза по сбору идет. Я, например, поставил с 23 до 15, и с 23 до 15 заканчивается пауза, ставится на боте до 7.05. В 7.05 он включится и начнет свою работу в течение дня. То есть, вы это можете подключить. А теперь, как раз касаясь того, что вот это вот окно всплывает, его можно спрятать. Прятать его можно вот здесь вот. В Settings заходите Hide Web Browser Windows. Это вы не видите. Ну давайте я пока открою, чтобы вы видели, как это происходит, сбор. Но сама суть, сама суть в том, что вы можете все это убрать. Здесь требуются некие мощности компьютера, и как раз здесь на помощь вот этого всей системы придет вам Dedic. Как я и говорил, виртуальная машина. Так как бот дается по ключу, который вы можете подключить на один лишь IP, то вы можете, в принципе, его, кстати, переставлять, да, между Dedic и своим IP. Вы можете его просто поставить в Dedic, взять на год, поставить Dedic, и мощность будет он брать не вашу, а Dedic. И тем самым вы, в общем, не будете задействовать мощность своего ПК. Либо можете поставить какой-то другой компьютер, если у вас есть, и чтобы он работал. Ну это как бы лишний геморрой, легче на одном сделать. Так, сейчас смотрим, что дальше. Походу пытается ревардпоинт собрать, а так как аккаунт у меня новый, он здесь собрать их, видимо, не может. Сейчас я попробую отключить его. Все, пусть без реварда просто соберет. Наролл нажмет. Так, ну и вот. Дальше, что вы делаете? Вы делаете, в принципе, то же самое со всеми аккаунтами. Перевод этого всей системы я вот здесь вот добавлю. Здесь, в принципе, несложно. Достаточно все просто настраивается. Основная система, конечно, вам нужно настроить капчу, как я и сказал, да, через капчу-гуру. И добавляйтесь, наверное, в чат. И в чат, вот, на канал, на канале я как раз добавлю вот этот вот в хост, просто чтобы вам нужно будет скопировать. Опять-таки, смотрите, закреп, закреп, скорее всего, это все будет. Пока он пытается собрать. Ну, это мы сидим, да, смотрим, как бы. А когда вы подключаете этого бота, он сам там собирает это все. Это совсем по-другому работает. То же самое, вы просто берете все, подключаете любые боты. Остальные боты у вас находятся вот здесь. То есть вы их просто берете, там, добавить, например, да, добавляете на панель вот эту, на панель, которая находится вот здесь. Если вы хотите с панели что-то убрать, то просто берете remove, убираете ее с панели. Это вот, вот эта панелька, она как бы основная. На ней все это идет работа. Если вы хотите, чтобы у вас, например, от BTC работал и такие вот подобные сервисы, то вам, конечно, нужно подключить капчу вот эту, математическую. Опять-таки, я думаю, что со временем я дополню эту таблицу. Каждый вот этот кран я помечу то, сколько он времени собирает. И, конечно же, какие способы капчи на нем есть, чтобы вам было удобнее. И не забывайте, что здесь добавляются также краны, которые вы можете также запускать в этом боте. По переводу, я думаю, отдельно еще каждую вкладку я вот здесь сделаю. Если у вас вопросы будут в комментарии, пишите. Здесь вот есть все, что вам нужно. Но вы, в принципе, можете все это, конечно же, тестить, все это настраивать сами, потому что тут, в принципе, ничего сложного нет. Вот он сам вводит. Вот, совершен сбор. И сейчас он должен, по идее, отключиться. Ну, давайте ее отключим. Собрало три сатоши. Дальше вы просто подключаете каждый кран, выбираете, ставите галочку. Этот, 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 этот и так далее. То есть, и тем самым вы просто их подключаете. Можете какие-то отключать, какие-то добавлять, какие-то убавлять. Зарегистрировались, например, вот здесь вот на экранах, да, на вот этих сразу его добавили. Сюда добавили, пусть он собирает. Не забывайте добавляться на канал. И, в принципе, все. Опять-таки, вся система того, как вы можете заработать и где там зарегистрироваться, чтобы получить дополнительные бесплатные сатоши там или какие-то другие токены, она есть вся вот по вот этой ссылочке в этом документе. Здесь также еще есть шаги, поддержка. Также посмотрите шаблоны для вас, которые вы можете использовать. Помните, что основная система, конечно, вы сами всегда выстраиваете, как вам удобно, больше всего удобнее зарабатывать. Включайте там 10 аккаунтов, регистрируйтесь сами за собой и прокручивайте эти аккаунты, зарабатывайте на криптовалюте. Если, опять-таки, будут у вас вопросы, впишите их в комментарии. Все, что необходимо, будет в этом документе. Все ссылочки, все, что вам нужно. Все你们 приехали! Все, все, что вам нужно. Следую вообще. Продолжение следует...